Привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием «Тактический клуб Винтермура». Это история о борьбе старшеклассников с обстоятельствами. Геймплей этой игры вдохновлен тактическими РПГ и визуальными романами. Что ж, погнали, новая игра. Если она понравится, я обязательно пройду до конца. Не знаю, что ожидать. От этой игры... она зависала, нет? Просто я поэтому молчал. О самом важном столкновении в истории войн мало кто знает. Может быть, дело в том, что оно произошло в небольшом интернате на северо-востоке Академии Винтермур. А может быть, причина в том, что конфликт случился в 1981 году, когда интернета еще не было. А может, любому происшествию, от которого зависит судьба всего мира, суждено стать источником миф и легенд. Этого мы не знаем. Так, анонимные бодибилдеры. Будущие ветераны иностранных войн. Юные монархисты. Клуб безрассудных любителей выпечки. Команда по фехтованию. Здесь очень много клубов. Да? Но могу сказать, что война клубов действительно имела место, потому что это произошло на моих глазах. Лига выдающейся трезвости. Вау. А можно в нескольких клубах состоять одновременно? Клубы учеников Винтермура начали сражаться друг с другом, побежденные исчезали. Над клубами нависала, а нависла великая тьма, которая постоянно ширилась, грозя всему человеческому... Человечеству хаоса. Человеческому. С миром произошло бы именно это, если бы не одна героиня. Это её история. История о том, как несколько друзей спасли мир от войны клубов. Не, ну рисовка здесь вообще прикольная. А, чёрт, почему мне вечно не везёт? Через пять минут собрание тактического клуба. Уверена, что Костя где-то здесь. Надо смотреть, куда я кладу вещи. У них, видимо, в комнате достаточно холодно, потому что она ходит в куртке и ходит в наушниках. А ещё она поворачивается за моим курсором. Это необычно и прикольно. Что-то есть на столе, давай посмотрим. Письмо с отказом из нашего школьного журнала. В нём сказано, что моё сочинение не соответствует, наверное, заданной теме, зимняя ностальгия. Думаю, когда-нибудь тебе действительно потребуется растолковать подтекст драконов-оборотней. Она в конце сказала, здесь её нет. Какой-то плакат. Это мне дала подруга детства. Логотип немного настораживает, но эта вещь всегда напоминает меня о ней. Я не могу заставить тебя выбросить её. Так, прикольный плакат. Здесь её нет. Вот это что, наш дневник? Основные квесты. Время тактики. Найти мои кости. Характеристики персонажа. Анжайя. Перемещение 2, опять это энергия, атаки. Доступные улучшения. А, ну то есть это у меня пока закрыто. Хорошо, я понял. Вот здесь. Это мои книги, которые я привёз из дома. В основном все в моём любимом поджанре фэнтези про умных молодых героинь, которые не делают того, что им говорят. А, вот и мои кости, наконец-то. Вот только как они здесь оказались? Даже не верится, что занятия опять начинаются. Хорошо, что у меня есть тактический клуб. Сегодня у нас решающий для компании сеанс. Я ждала его несколько недель. Нужно поторопиться, чтобы успеть вовремя. Погоди, а остальное смотреть не хочешь? Не хочешь? Давай осмотрим. Мы выделили собственную конфорку, потому что я очень ответственная. В основном я использую её, чтобы заваривать чай. То есть это твоя одиночная комната? А она не слишком ли крутая? Для интерната. Вот моя кровать. Тут я занимаюсь всякими возмутительными вещами, вроде чтения после комендантского часа. Так никто об этом и не узнает. Ну это же мой кубик Рубика. Я владел её секретом его сборки, прочитав об этом в одной книге. Но теперь он больше не кажется таким волшебным. Это очень редкий фэнзин, специализирующийся на фанфиках, в которых все работают в кофейнях, и с персонажами не происходит ничего плохого. Стой, надо звук проверить. Вроде нормально. Идём к спальням. Кэндис. Хочешь пойти в мою команду, Кэндис? Привет, Алисия, ты идёшь в клуб? Я так завидую тебе. Я думал открыть школе клуб любителей собак. То есть там, кто хочет, может открывать свой клуб? А в какую нам сторону? Встретиться в клубной комнате. Погнали сюда. Карте территории. Вот это закрыто. Доска объявлений. Это доска объявлений. Девочки на этом этаже в основном используют её для записок, но иногда здесь оставляют объявления о работе. Спальник. Классы. Идёт в клубная комната. Персонажей ещё плюс один. Ну давай останемся здесь, потому что нам надо идти в клубную комнату. Сходим посмотрим. А, здесь закрыто всё, да? Ладно. Что это за рисунки здесь оставили? На стикерах. Ладно, это нас не касается. Главное, не у нашей двери. Стоп! Надо совсем разобраться. Раз, два, три. Всего четыре комнаты. То есть здесь живёт четыре человека? Это не слишком ли круто? Для интерната. Нет? Это прям нереально круто. И они живут по одному человеку. И здесь много разных территорий. Пока что недоступны две. Ладно, погнали сюда, в классы. Изабелла. Это что, девушка? Ничего себе, качок. Привет, Алисия. Идёшь на заседание клуба? Как идут дела в клубе? Она, наверное, как раз состоит в том клубе бодибилдеров. Здоровенная такая. Ворон Винтермура. Талисман нашей школы. Надеюсь, им не кажется, что костюм, надетый на ворона, делает его менее грозным. Вот это та в клубную комнату. Значит, мы туда пока не идём. Это доска объявлений. Занятия с репетитором, работа. Ничего интересного для меня. Класс рисования закрыта. Здесь у нас ничего. Научная лаборатория тоже закрыта. Ладно, у нас нет выбора. Мы идём сюда. Клубная комната. Привет, парни. Простите за... А её не ждали. Опоздание? Где все? Джейкоб иногда опаздывает, но Колин обычно более пунктуален. Пойти их поискать, что ли? Хэм, а может лучше воспользоваться моментом и попрактиковаться в игре проклятие катакомбы? Точно, практика. Это полезно. Ход противника. Итак, я противостою глуплингам, как написано в руководстве мастера катакомб. Я начну играть с моим персонажем отважной волшебницей Анжаей. Она умеет накладывать искра, потому... А, поэтому я поставлю её рядом с группой глуплингов. Глуплинги. Выберите Анжаю, нажав на ней. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы перетащить её. Чтобы атаковать сразу двух врагов. Это неплохо. Какая-то имба, если честно. А здесь персонаж Джейкоба. Роу Гесное дело, что он плут, поэтому двигается быстрее всех. Выбираем его. Он сразу двоих атаковать не может. Но он отталкивает, да? И сразу убил. Колин любит бросать своего бронированного паладина и от Вальда прямо в бой, поэтому он будет на открытом месте. Идём сюда. И... Он одного атакует. Оскорблённый. Но, если честно, это слабо. Отлично, всех расстали. Теперь пусть глуплинги атакуют. Завершить ход. Он укусил... На единичку. И этот укусит на единичку. Это несправедливо. На... Два? А этот не достал. А как она атаковать-то будет? Погоди. А, нет. Может двоих атаковать. То есть они даже так могут стоять. Прикольно. Вот этого мы добиваем. Теневой толчок. А этот будет жить. К сожалению. Ну вот. Добивай его. Мне стыдно за тебя. Он самый здоровый и самый слабый. Этап пройден. Так. Потерян ноль. Количество ходов. Превосходно. Кажется, у меня начало получаться. Пожалуй, хватит на сегодня практики. Я начинаю переживать за Колина и Джейкоба. Они уже давно должны были подойти. Пойду-ка поищу их. Так. Завершено. Где все? Колин никогда не опаздывает. И найти Джейкоба нужно. А что здесь? Советы и подсказки. Атаки с захватом, например, атака Анжа-Искра способны при поражении пустой клетки наносить урон противникам, находящимся на соседних клетках. Используйте такие атаки для поражения противников и целей. Но это советы. Физическая броня лишь снижает урон, получаемый от физических атак. А волшебная броня снижает урон только от волшебных атак. Убедитесь, что вы используете соответствующий тип атаки против защищенных броней противников. Спасибо за советы. Бесполезные они, конечно. Ой, календарь с кошками. В нем есть кое-какие шутки. Давай прочитаем шутку дня. Как называют кота в автомобиле с кузовом универсал? Уникод. Ясно. Смешно. Смешно. Давай пойдем. Это у нас закрыто до сих пор. Это закрыто. Может, новые локации открылись? Эй, где мои друзья? На следующий день какой-то парень пытался пригласить меня в клуб мастеров боевых искусств. Но я не хочу случайно нести вред любителям, понимаешь? Да, понимаю. Она не хочет в команду. Терминатор. О, вот здесь парень. Это что, какая-то инструкция для ботанов? Это мое руководство мастера катакомб. Сомневаюсь, что оно понравится кому-то настолько смекалистому, как ты. Что это за туалетные дразнилки? Будьте добры, верните руководство. Я опаздываю на заседание тактического клуба. А он ведь прав, шкип. Мы так и опоздаем на практику. Ну ладно, ботан, сегодня тебе повезло. Выиграть мы их можем только в игре. К сожалению, так бы отлупили. Что опять? Ты в порядке? Я начала переживать, когда я не увидела тебя в клубной комнате. Все нормально, чего злиться на всяких придурков. Впечатляющее спокойствие на твоем месте я бы уже взбесилась. Мне тоже хочется орать, но я стараюсь мыслить терминами проклятия катакомб. Мучаемся и стремимся к успеху, то есть как бы набираем опыт и становимся сильнее. А эти задиры так и останутся чудовищами низкого уровня и мы с легкостью побьем их Моргенштерном. Ну это метафора. Кстати, насчет чудовищ низкого уровня. Точно, сегодня же большое сражение с графом Мальгифирсом. Зачем такие названия тяжелые? Прошу прощения, лидер никогда не должен опаздывать. Пошли. Какой ты лидер? Ты слабак. Лидер мы. Эй. Никто не примет серьезно мою инвестиционную рекомендацию, ведь я просто ребенок. Что за полки? Тайны убийств АВА. Нет, это отдел 7-10 криминал. Не делай этого 9 ужасных способов испортить себе жизнь. Это отдел 7-11. Мне потом надо будет книгу какую-то искать или что? Роза упала на лапу Азора. Война и мир над пропастью воржи Моби Дик. События, которых не было. Ты что скажешь, тебе помочь? В библиотеке нужно соблюдать тишину, не нарушая порядок расстановки книг. Но потом мне, наверное, что-то искать здесь придется. Или сейчас все осмотреть? Просто никакого смысла нет. Вот если бы мы искали книгу, а почему значок не исчез? А здесь? Все, уходим, уходим, уходим. Наверное, новая локация открылась. Двор. Нам доступен двор. Эй. А, вот ты где? А что ты делал? Ой. Джейкоб, ты опять за свое? О, привет. Я что, опять опоздал на собрание? Ну, прости, у меня просто творческий кризис. Какой творческий кризис? Не знаю, что написать на стене. Ты точно сталкивалась с творческим кризисом? Не допишешь ли фразу за меня? Она должна передавать наш протест против фашистского руководства Винтермура, при этом не называя его прямо. Ох. Гнездо фашизма? Ад на земле, очаг несправедливости, реальная дыра. Ад на земле. Точно, это же метафора такая. Хорошо, что я попросил помощи у писательницы. Может, хватит бороться с боссом? Пойдем лучше сражаться с глуплингами и ограми. Точно, на этой неделе у нас ведь сражение с тем злодеем. Он самый настоящий фашист, да? Может, во время игры я придумаю какую-нибудь меткую фразу? разблокирован персонаж. Это кто? Там действительно холодно, но я не успокоюсь, пока не найду эту бабочку. Она ведь может нас дать. Она все видела. А зачем вот эти вот дополнительные люди? То есть, потом с ними надо будет говорить или что? Или они стоят, чтобы говорить рандомные фразы и заполнять пустое место? Все, валим в класс. Эй, качок, да мне знать, если когда-нибудь заходишь позаниматься вместе, здесь трудно найти девочку, которая желает поддерживать хорошую физическую форму. Вряд ли мы подружимся. Эээ, ты пришли. Прости за опоздание. Возвращаемся к нашему приключению. Украденный амулет. Начать бой. Вот уже несколько сеансов вы преследуете злого графа Мальгефируса, который украл волшебный фамильный амулет Анжаи. В конце предыдущего сеанса вы наконец настигли воров. Посмотрим, что будет дальше. Кроны деревьев колышет ветер поле, где остановились враги выглядит необычно. Настороженно озираясь, вы понимаете, в чем дело? Это древнее поле боя. В траве лежат треснувшие доспехи и брошенное оружие. Предприимчивая ворона клюет заросший травой старый скелет, когда вы прерываете ее трапезу, она издает скрипучее карканье и улетает. Неизвестно, почему граф и его стражи из глуплингов здесь остановились, но они готовы к бою. Что будете делать? Я говорю амулет Амары. Это путеводная звезда в сумраке. Следуйте за ее светом, чтобы вернуться на правильный путь. Глуплинги не говорят на человеческом. Ой, ну тогда попытаться передать смысл в форме пантомимы, нарисовать знаки Амары и божества вместе. У глуплингов нет бога, у них военно-демократический строй, и они поклоняются избранному демагогу, в нашем случае это граф Мальгифирус. Вот он задрот, конечно. Граф посылает глуплингов в атаку. Ты? Ты достанешь до сюда? Нет. Вот этот толстяк может... Ты у меня выбран? Нет? А, стоп, правая кнопка. Глуплинги атакуют того персонажа, который ближе всех, или который атаковал их во время этого хода. Да блин, сходи сюда. Ты не можешь как-нибудь сильно ударить? Правильный удар. Может, сначала вот этих вынесем? Роуги не может нанести серьезный ущерб врагам защищенным физической броней. Пусть с рыцарями сражается Анжая. Мне просто приспичило надавать глуплингам пинков. Ты знаешь, что будет дальше. Стой, у тебя броня? Физическая атака. Физическая броня один. Бам. Надеюсь, он не добежит. Ход игрока. А они что, достанут до нее? Она же умрет. Это очень плохо. Еще контратаки никакой нет, атакуешь. Тоже плохо. Двоечка. Они не дошли, к счастью. Вот этого добиваем. Этот добьет вот этого. это может отойти, например, вот сюда и атаковать. Ладно, завершить ход. Главное, чтобы она не сдохла. Во время их хода враги напоминают, кого они атакуют. Но это понятное дело. Главное, чтобы они не добежали до этой. Следующим ходом они ее убивают. Вот этот может дойти. Стой, тихо, сначала ты. Атака по троим. Броня рыцаря Глуплинга не защищает от моих волшебных атак, правильно? Ты права, попробуй жарить их. Я уже атаковал. Они хотят атаковать ее, но он может перебить этот настрой и им устануть одного. Ты можешь отойти? Отойти не может. А вот этот будет драться с этим. Блин, если она сдохнет, будет не особо круто. Следующим ходом они по-любому умирают. Так, пробел. Это ускорить. А, все, он не дошел, дурак. Они откинулись. И этот гасит вот этого. Аллилуйя. Десять урона. И количество ходов лишний есть. Ладно. Вы расправились со стражами, остался только граф с амулетом в руке. Вы думаете, что уже победили, но вдруг... Внимание всем клубам учащихся. Что это такое? Пройдите в аудиторию, чтобы прослушать важное объявление для членов клубов присутствие обязательно. Блин, все же так хорошо шло. А разве здесь есть кто-то, кто не состоит в клубе? Так, куда пройти? Боже, как открыть журнал? Пройди в аудиторию? Ну, это, наверное, выходить надо отсюда. Вот это вот дылдо стоит. не состоишь в клубах, что ли? Идешь на заседание клуба? Как идут дела в клубе? Вот здание административное. здесь у нас аудитория и какой-то мужик тот. привет, Алисия, рад видеть тебя здесь. Конечно, это очевидно, ведь мы ходим в одну и ту же школу и все такое как хочешь. Да что, объявление? Приемная закрыта. Аудитория тогда. Что там за древний человек? Все в куртках, блин. Зачем туда идти? Случилось что-то плохое, а мы что-то натворили? Может быть дело не в нас? Здесь собрались все клубы, не только наш. Кто знает, может новости вовсе не плохие? Приветствую вас, члены клубов. Рад видеть, что вы поддерживаете традицию школы Винтермура и занимаетесь самар организацией. Известно, что сам Джон был членом джентльменской ассоциации охотников на вымирающих птиц. Старый, добрый. О чем это он? В поддержку клубов и деятельностей учащихся на территории школы я с городностью объявляю возможности продемонстрировать достроенство и уникальность клубов. Вы примите участие в обязательном для всех школьном турнире по игре в снежки, победитель которого получит звание сильнейшего клуба. Вот еще время на это тратить. Хорошо, что мы можем быстренько проиграть и заняться своими делами. Я знаю, что вы думаете, зачем доказывать, что мы сильнейший клуб. Есть ответ на этот вопрос, клубы, которые откажутся от участия или проиграют, будут тут же расформированы. Что? Что? Я такое что? Расформированы? Дедуль, ты не можешь так поступить, у нас есть права. Это не честно, о таком наказании даже помыслить нельзя. Вы же не всерьез говорите о Роспуске, достаточно запретить пользоваться клубными помещениями, что это в этом духе. Нет Роспуск и баста. Это означает, что у клуба больше не будет привилегий, его члены не смогут встречаться друг с другом и пропагандировать свои увлечения среди учащихся. Нет времени на возражения, турнир начнется сегодня днем, скоро вам сообщат с кем вы будете состязаться. Обещаю, будет очень весело, прекрасный способ определить сильнейший клуб. Но он какой-то наглый. Что за бред? Он же не может так поступить. Честное слово, какой-то фашизм. Да он задолбал. Милитаризация школы была просто вопросом времени. Что мы можем сделать в игре в снежки? Это просто катастрофа. Мы потеряем клуб. Успокойся. Давайте вернемся в нашу комнату и все обсудим. Поиграем в проклятие катакомбы, немножко придем в себя. мы долго ждали возможности снова отправиться на поиски приключений. Ты что скажешь? Странные вещи, говорит директор. Ты их хотя бы понял вообще? Если бы не клуб исторической реконструкции, мне пришлось бы срочно менять стиль. А вы что скажете? В общем, какую-то ерунду они несут. Это вообще довольная стоит. А ты что скажешь? Это и девочка, которая со мной говорит. Как думаешь, директор объективно не вменяем? Нет. Откуда взялся такой странный и вредный план? Злой двойник, одержимость, пресловутые введение послушания? О! Это, наверное, клуб тех, кто матерится. А можно мне сюда присоединиться? Ваш клуб явно лучше, чем наш. Ладно, я не буду с вами говорить. А вот с вами поговорю. В это сложно поверить. Как директор собралась поднимать боевой дух, если под угрозой все, что ценят ученики? А может, это просто уловка, может, он блефует, потому что хочет, чтобы мы поиграли в снежки? Но вообще, это логично, потому что у вас там клубов 100 в этой глупой школе. Это не особо удобно. В вашем клубе вот состоит всего три человека. В чем смысл этого клуба? Вы могли бы и без клуба играть, собираться у кого-нибудь дома. Давайте вернемся в нашу комнату. Не важно, будет ли завтра существовать тактический клуб, но кампанию нужно закончить. А ты что скажешь? С этого всего я начинаю сначала порваясь на снегу, а потом нас отправят на захват Канады. Нужно сопротивляться, вы знаете, о чем я. Будешь еще чаще устроить розыгрыши? Именно так, ты же понимаешь, что кто-то должен это делать. Джейк, будь осторожнее, чтобы не вылететь из школы. Не переживай, я знаю, чем рискую и готов пожертвовать собой ради нашего дела. Мы идем в классы. Юные монархисты какие-то. Ладно, давай поговорим. Оф, хорошо, что я не стою в одном из местных клубов. Мой подпольный ринг для занятия кикбоксингом находится за пределами школьной территории, так что со мной все будет в порядке. Откуда ты знаешь о новостях? Ведь приглашали в тот зал только тех, кто стоит в клубе. А ты вечно стоишь здесь. Ого, кто это перед нами? Уж не самый лежалкий клуб Винтермура бригада фантазеров. Почему вы делаете вид, что не ожидали нас увидеть от комнаты нашего клуба? Это вы нас называете жалкими, а не ли вы всерьез пытаетесь вернуть монархию? Видение. Юные монархисты. Да, мы юные монархисты и твердо верим, что монархия самая разумная форма правления. Если бы вы прочитали любую из наших памфлетов, вы бы тоже убедились в этом. Монархия слишком сложна для таких тупых бытанов, как вы, поэтому сейчас мы хорошенько вам наваляем. Я имею ввиду на турнире по снежкам. Мы ваши первые противники. Ох, вам не повезло тактический клуб, наслаждайтесь последним днем своей дурацкой комнатушки. А здесь бои в снежки пропустить пропустить девушку вперед. Финальная битва. Вы победили я не может я не может сдвинуться с места, что самая ужасная графа и его павшие подручные превратились в кровожадных чудовищ. Анжая застыла на открытом месте, окруженная врагами со всех сторон. Кажется, такой ущерб я не смогу выдержать. Знаешь, у меня есть крюк, с ним очень удобно вести бой в таких условиях. Цепкий крюк, чтобы вывести Анжая из опасного места. Цепкий крюк. В ходе этой атаки пострадают союзники. Так стой, ты, болван, используешь крюк, правильно? Атаковать. А ты можешь их атаковать? Может, сначала стоило их ударить? Хотя, она и так достает. Они все получили по заслугам, по щам своим. Бац. Один, блин. Так, нормально, это можно вообще мотать. О, они выстраиваются друг за другом. Погоди, а ты можешь всех долбануть? Отлично. Это круто. Бац. А вот этому лошпеду придется подходить и уже бить. пусть они так же все вместе стоят, это будет круто. Она достанет? Она может через всю карту вообще бить или нет, ей надо подходить. Но у нее самая крутая способность. бить. Блин, а задний это не сдохнет. Этот толстяк не достанет. Он даже дойти не сможет. ладно а почему у него есть энергия но эта энергия для атаки пройти он не может ладно боевые ресурсы способны сражаться да как он будет сражаться то с этой ерундой а он даже не ударил так полученный урон я мог получить 7 превосходно конечно как иначе отлично наемники битва была на два уровня выше рекомендованного уровня сложности для вашего отряда это все последний плохиш они разочарован нет это еще не конец клуб это все что меня удерживает в школе не знаю что будет делать без вас друзья ты права я слишком много сделал для клуба чтобы позволить ему погибнуть не знаю как с ними справиться но мы должны хотя бы попытаться попытаться это не в моих правилах я сделаю все возможное для того чтобы военная хунта энфилды не помешала мне общаться с друзьями матч вот-вот начнется может быть мы что-то придумаем когда увидим поле боя алисика я будешь готова скажи мне так давай мы готовы но если бы я знал что это случится я бы подобрал для граффити словечки посильнее а кто из вас колен ты колен ок судя по всему рано или поздно все равно придется драться с этими реалистами готова да чего ждать то стадион готовьтесь к поражению мы хорошо знаем как воины меняют историю очевидно в бою преимущество нашего клуба да и он больше чем ваш их тоже три человека какой прекрасный зимний день идеально подходит для первой битвы на снегу у кого-нибудь есть вопросы так для чего вам на самом деле нужна турнир может это связано с урезанием бюджета на клубы или попечительский совет готовит нас к войне ну давайте перетрем за смысл для меня смысл в том что я хочу узнать в чем смысл для вас что может заставить вас отстаивать свой клуб в итоге сильнейшим клубом станет тот который больше всего стремится к победе так что смотрите на турнир как возможность сама выразиться и продемонстрировать любовь клубу и тогда у вас получится я знаю вы сгораете от нетерпения но важно изложить правила турнира ориентирован на позитив и укрепление товарищеского духа поэтому реальных убийств не будет я не хочу чтобы родители начали жаловаться по печательскому совету что их дети погибли во время гладиаторских боев вместо этого на основе собранной ученическим советом личной информации для всех участников будут назначены уровни это провал благодаря уровням турнир будет честным и справедливым когда ущерб от попаданий снежков обнулить уровень здоровья участника тот выходит из игры соперники должны уважать друг друга начнется честный бой это похоже на ребята кажется мне идея то что сказал директор очень напоминает правила игры пик я ведь не ошибаюсь если мы будем сражаться также как в одном из боев пик наша тактика может оказаться выигрышной конечно давайте попробуем использовать тактические приемы и способности наших персонажей эти странные монархисты ничем не отличаются от злых рыцарей с которыми нам удалось справиться а будет ли такое что врагов например будет 10 просто потому что их клуб больше бой будет нелегким но бывало и тяжелее будем действовать по очереди вперед так вот этот может оттолкнуть он перелетит на ту сторону но вот это может ушатать а у них по сути то же самое такая же команда давай долбим по нему поэтому толстяку а потом он его перекидывает у меня получилось я бросила снежок ты хотел сказать что поразила врага вспышкой магии вали ботс долой монархию ты что пинаешься да здравствует анархия ну и вот этого лошпида можно ударить вот вам гады приемы обращения с боевым топором можно применить бою на снежках у них также маг судя по всему эти дурачки из тактического клуба просто выбрали лидером самого крупного и сильного участника но вообще-то нет для меня лидер все еще та девушка забыл какой зовут я должен одолеть тупицу которого они назначили своим главарем полностью деморализовать их он на 3 ударил не слишком ли жестко ой вот же ч ха вы готовы признать что мои политические взгляды намного реалистичнее ваших колин черпай силу из своего гнева и адвальд бы поступил именно так что уж уроды вы сделали фатальную ошибку пробудив во мне гнев паладина у алисия моя соперница в любви я должна превзойти тебя в искусстве боевого танца доказать свое право называться жемчужиной версаля вообще можно будет их двоих ушатать сейчас если они так и будут стоять в чем это твоя это я твоя соперница сколько раз можно повторять монархисты занимаются политикой а во времени она на 3 долбанула у них команда сильнее ай больно если ты извинишься я может быть позволить тебе стать моей камеристка или отправлен на конюшню не сдавайся алисия мы ведь боремся за спасение нашего тактического клуба да еще не конец эй алаздер я просто буду лупить по всем кто окажется рядом ну типа за монархию а можно ее сюда притянуть мы идем сюда и стреляем по этим как же мне бесит такие противники насколько же вы оторваны от реальности а этот добивает хоро любая форма правления выбранная таким отребьем будет ущербный ладно завершить да как я буду атаковать я не могу атаковать одна у нас подохнет надо толстяка замочить вот доказательств того как короли и прочая знатная шушера угнетают народ выкусить чудила монархия победить нравится вам это или нет не сдавайся джейкоб живым ним сдамся да здравствует революция это их она я ребята я больше не могу сражаться алисия держись мы еще можем выиграть вообще толстяк может вот этого добить ладно он не добьет он слабак заткнитесь чудиким вы за это поплатитесь надо ее лупасить тьфу как ты смеешь обращаться с герцогини для тебя даже гильтионы мало можно было добить с того ну ладно тогда он бы не нанес лишний урон на это две единицы она тоже стреляет в толстяка это что же меня побил какой-то ботаник передайте маркизу дивера что разделяя его чувства вряд ли здесь золото 12 урона можно было получить и без потерь надо было немыслимо как эти витающие в облаках бездельники ухитрились нас одолеть мы победили алисия твоя идея сработала вот это облом ну что ж юные монархисты очевидно не соответствует званию сильнейшего клуба который мы ищем смиритесь с капиталистическим строем как это делают остальные о нет мои прекрасные исторические костюмы видимо тебе придется убедить себя что сочетание черного и синего выглядит аристократично я имею ввиду цвета нашей школьной формы а вовсе не пытаюсь наметнуть на то что как жестоко вас отдел тактический клуб боль со временем пройдет стоит только найти себе разрешенное занятие не имеющие отношения к монархии знаете тактический клуб я не сторонник жестоких методов но вам удалось меня впечатлить пожалуй стоило ожидать что члены клуба занимающегося военной тактикой будут достаточно свирепы на поле боя да вы не сможете забрать у нас тактический клуб мы придумаем как этого избежать вот эта стойкость так держать до завтра рано утром вы уже будете знать кто станет вашим следующим противником а здесь видим очень много я ожидал что обрадуюсь но все оказалось иначе это все клубу монархистов конец алисия победитель только один либо мы либо они и мы победили да ладно тебе мы же выиграли давайте отпраздную победу спасибо но можете идти отмечать а я пойду к прилягу увидимся позже часть пройдена а сколько их всего и что это такое полин это сон я скипнул диалог я в здании школы точно я собиралась на вертся в комнату тактического клуба как вы посмели разрушили нашу мечту нашу надежду сделать мир лучше и для чего чтобы и дальше играть какую-то дурацкую игру она не дурацкая эта игра очень много значит для нас благодаря им мы подружились я права парни парни колин джейкоб где вы не можешь отстоять свою правоту без жалких дружков вот поэтому тебя все ненавидят верно все ждут поражение тактического клуба удачи на турнире лузерша теперь ходи с оглядкой нет я не хотел причинить кому-то боль сохранить игру только сейчас сохранение а до этого не было да погодите хватит болтать в общем что в итоге можно сказать про эту игру она не особо сложная игра скорее не про тактику несмотря на название это про переосмысление фэнтезийных сюжетов и истории про школу получилось свежо и оригинально ознакомиться с игрой любителем жанра я думаю что можно порекомендовать но а я на этом закончу поэтому пока я и и и и и и